Привет, мои хорошие! Сегодня мы поговорим про клячку и узнаем, что же это такое. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Клячка это одна из разновидностей эластика. Главное отличие клячки в том, что ее можно мять как пластилин, и она не стирает, а впитывает графит. То есть, если мы разберемся поглубже и посмотрим поближе на обычный ластик, то увидим в нем мелкие-мелкие гранулы кварцевой пыли. И за счет этой кварцевой пыли ластик сдирает верхний слой бумаги и за счет этого убирает графит. То есть, вы знаете, нельзя долго тереть ластиком по одному месту, получится дырка. Все потому, что ластик работает по этому принципу. Клячка же работает совершенно по-другому, она впитывает в себя графит, она имеет свойство абсорбента. И, конечно же, она впитывает все вокруг, и пыль, и какие-то волоски, поэтому аккуратнее с этим. Всегда храните клячку в какой-то закрытой емкости, либо оборачивайте ее пищевой пленкой, чтобы в нее не попадала пыль. Потому что клячку нельзя почистить, и вы единственное можете ее размять. Место, которое вы уже запачкали графитом, либо в пыли, оно уйдет вовнутрь клячки, и вы дальше продолжите работу. Но так можно делать не вечно. То есть, срок годности у клячки есть, когда она полностью у себя забьется графитом, тогда ее нужно менять. Потому что она начнет уже пачкать бумагу, будет отдавать графит обратно. Нам это не нужно. Поэтому есть такой минус клячки, что у нее есть срок годности. Все зависит от того, сколько вы рисуете, как часто вы ей пользуетесь. Мне клячки хватает примерно на месяц, бывает даже на два месяца. Все зависит от того, какие у меня заказы и что я рисую. Но смысл в том, что клячку приходится постоянно обновлять. На самом деле, она незаменимая вещь для графиков, потому что ей можно не только полностью стереть линию, но еще и просто ее подсветлить. Например, вы сделали какой-то графический портрет, вам хочется высветлить щечки, и вы просто простыми нажатиями клячки делаете это место чуть светлее. И работаем клячкой именно так, не трем, а прижимаем. И она все прекрасно впитывает. Еще сегодня я хотела бы вам рассказать про формопласт. Формопласт это разновидность клячки, просто у него есть свои особенности. Первая особенность в том, что его нельзя мять, и он больше похож по форме на ластик, только он прозрачный, как смола. На вид очень похож на смолу, но это формопласт. Формопласт, так же как и клячка, хорошо впитывает графит, хорошо впитывает графические материалы, но есть у него один минус. Помимо того, что его нельзя мять, еще минус в том, что он разъедает пластмассу. Поэтому с ним надо быть очень аккуратным, хранить его в бумаге, то есть заворачивать в бумагу и подальше от пластиковых предметов, стаканов, телефонов, ноутбуков. Подальше нужно от этого хранить, потому что если где-то формопласт соприкоснется с пластмассой, то все, он ее постепенно разъедает. Конечно, для эксперимента вы можете на ночь оставить формопласт сверху обычной шариковой ручки и на утро увидите, что формопласт ее так немножко пожевал. Но не такой формопласт страшный, у него есть огромный плюс, это то, что его можно мыть. Да-да, можно взять мыло, открыть кран, хорошенько его намылить и смыть с него весь графит и другие графические материалы и продолжить им работу. То есть он от воды не разбухает, не деформируется, хорошо моется, убираются все графические материалы. И продолжаем им работу, в этом, конечно, его плюс неоспоримый и это заставляет нас присмотреться к формопласту и, возможно, приобрести его для своей художественной коллекции. Приобрести клячку можно в любых канцтоварах, часто я уже встречаю в обычных канцтоварах клячку, но от формопласт можно приобрести только в художественном салоне. Еще канцтовары до этого не доросли, чтобы формопласты продавать, потому что они не так популярны и многих пугают, многие думают, что они токсичны. Клячка или формопласт на самом деле они не токсичны, безвредны, поэтому ими можно смело пользоваться, использовать их в своих работах и упрощать себе этим жизнь. Когда вы придете в магазин, вы увидите разные фирмы клячек, разные цвета клячек. Могу сказать, что лучше брать серую клячку, потому что она самая мягкая и самая мягкая клячка у Пабер Кастел. Лично я постоянно только такие клячки и уберу. У Кахинора тоже неплохие именно серые клячки, просто их надо чуть дольше разминать. А вот голубые, розовые клячки я брать не советую, потому что они очень жесткие. Цвет клячки говорит о ее жесткости, поэтому лучше всегда берите серую, она всегда мягкая и никогда вас не подведет. Ну а если вдруг у вас нет под рукой клячки, либо клячка забилась, а нужно срочно закончить работу, высветлить какой-то участок, то воспользуйтесь старым проверенным способом и вообще из чего клячка у нас появилась. Раньше за место клячки использовали обычный хлебный мякиш. Также его мяли в нужную форму и в нужных местах высветляли графические материалы. Поэтому воспользуйтесь, если вдруг нет клячки под рукой. И на этом все, спасибо, что досмотрели до конца, надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если так, то поставьте палец вверх, обязательно поделитесь в комментариях вашим мнением о клячке, знали вы о ней, пользуетесь ли вы ей. Может быть, вы пользуетесь формопластом, либо вообще об этих материалах еще не слышали. Обязательно напишите в комментариях, поделитесь вашим мнением. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok